У меня такие шикарные новости, ну просто вообще, я в шоке. Я поехала на УЗИ, вернее нет, я поехала в госпиталь, госпитализироваться на операцию. Мне позвонили, сказали, приезжайте, будем вас ложить и убирать камни, потому что я где-то с 8 числа, с 8 декабря мучаюсь камней в почке, 4 камня больших, 5-6 мм в почках, и один камень прошел большой путь и закупорил мне, короче, выход из почки мочи в мочеточечник, то есть моча не проходит, и у меня неделю, а сейчас уже 20 число, 2 недели, почка просто распирала, из нее не выходила моча, 2 недели, представляете, это такие адские боли, это такие колики, этот камень не выходил, и мне нужно было операцию делать, и мне ее все откладывали, откладывали, я поехала в больницу, мне делают УЗИ, и не обнаружили в почках ни одного камня, сказали, их нету, просто нету, мне два врача посмотрели, вообще просто говорят, куда ты их делала, я говорю, я не знаю, что я делала, у меня диета, овощи, фрукты, больше ничего, и все, ну я, конечно, работала со своими мозгами, я начала всем, всем, абсолютно всем высказывать все, что я думаю, всю свою злость, все, что накопилось вообще, вот прям всем, кому могла, позвонила и высказала все, что мне не нравится, потому что камни — это злость, камни — это зажатые какие-то обидки, то, что где-то промолчали, что-то не сказали, не высказали и так далее. И куда делись камни, врачи сказали, мы не знаем, не понимают. Вот что значит высказать всем все, что о каждом думаешь, какие все свиноты. А я вчера еще высказалась в сторис о том, что я ненавижу людей, потому что люди ленивые все, потому что ничего вы не хотите делать, из вас весь мир страдает, кто-то не нарисовал красивую картину, а другой от этого не счастлив, у него нет вашей картины дома. Один не пошел учиться на хирурга и в будущем не спас жизнь, которую мог бы спасти и так далее. То есть каждый свою функцию, предназначение просто задавливает в себе, потому что делает то, что нужно, то, что родители там сказали, то, что какие-то запреты или еще что-то. Мало кто что делает. И меня это бесит, меня это раздражает, и я все время злюсь на людей. А почему я злюсь? Потому что меня напрямую это касается тем, что каждый день приходится работать с такими людьми. Ко мне уже обращаются, все пишут, вопросы-ответ задают, консультации вот эти провожу постоянные, и, ну, как бы, прям до истерики поделилась. И у меня есть еще одна тема интересная про еду. Если сейчас мне зарядки хватит, хочу про еду рассказать. Как ты себя чувствуешь? Зашибись вообще. Приехала в больницу, а меня туда выгнали и сказали, ну, или тебе там делать нечего, ко мне у тебя нету. Че приперлась? Вот такие дела. Короче, я их рассосала. Да. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Спасибо тем, кто со мной провел сеансы. Я с несколькими людьми провела сеансы. Они со мной. То есть я обратилась, говорю, ребят, ты там энерготерапевт. Давай, короче, попробуй свои издания на мне. К другому, к третьему, к девочке, которая мастер разборов обратилась. Короче, к разным. Каждый что-то со мной пошаманил. Вот. Ну, я сама еще, конечно же, поработала над этой темой. Все нету. Коллективно и вашим вниманием. Там, потому что, ну, человек 200-300 мне вот в комментариях прям. И в личку написали, что давай выздоравливаем из-за тебя, там, типа, полочки держим, все у тебя будет хорошо. Ваше внимание, все растворили мне камни. То есть мы коллективно с вами поработали. Я считаю, это круто. Иду я хотела немножко сказать. Я пойду, потому что этот, зарядка скончилась. Не могут выйти камни из почек. Это вопрос или что? Короче, у меня исчезли камни в почках на УЗИ. Не обнаружили. Два доктора их смотрела. У меня есть, их там и не было, пишут. Короче, у меня есть, я сейчас в сторис выложу. С УЗИ, куча снимков с УЗИ, с камнями. И то, что врач мне написал, мне дважды делали УЗИ, и дважды показали камни. Какого размера, где они находятся, и там все это на фотках определено. Я уже выкладывала эти фотографии. Сейчас выложу еще раз, что камни были. Так что у меня есть подтверждение от доктора. Боже, это ли не чудо? Да, у нас чудеса с вами каждый день. Просто мы не обращаем на это внимания. Так. А, те, кто вакцинировался, нужен будет антидот? Да я вообще даже не знаю. Те, кто вакцинировался, предали сами себя, поверили кому-то, либо пошли в страхи, и из-за страхов потерять работу или еще что-то. Пошли и предали себя. Блин, да сейчас время такое для того, чтобы выкинуть себя насильно с работы, так как мы по-хорошему не хотим. И пойти найти то дело, которое будет вам приносить энергию, то дело, которое будет приносить вам материальные блага. Они будут приноситься, когда вы будете наполняться этой энергией, когда вам будет нравиться то, что вы будете делать, когда вы будете созидать. А то, что вы там на той работе, вы только сливали свою энергию, и деньги ваши менялись из вашего здоровья, из вашего времени, из вашего времени жизни. То есть вы сами у себя крали эту энергию на этих работах. Может быть и хорошо, что вас оттуда выгоняют. Нафиг она там нужна тогда вам, эта работа? Где вас прессуют, принуждают, она вам не нравится, ещё платят копейки. Пришло время просто пойти в свои страхи и найти то, чем вам нравится заниматься. Неважно, платят за это деньги или нет. Главное, сейчас суть каждого человека — найти своё дело, которое будет приносить энергию. А вот если у вас есть эта энергия, которая даёт вам от вашего творчества и созидания, ваш фокус внимания материализует все потом эти блага из этой энергии. Но откуда вы её будете брать на своей работе, на которой вы как раб? Вы должны не как раб работать на ней, а как творец. Блин, разные вещи. И тот, кто из-за страха потерять говно-работу какую-то, решил уколоться, я не знаю, спасёт ли вас вообще что-то, или нет. То есть, если у вас нет мозгов, то это навсегда, наверное. Не знаю, может быть, оклемаетесь. Я хотела спросить, а на нас влияет какая-нибудь музыка, которую мы слушаем? Я считаю, что тысячу процентов влияет. Фильмы, мультики, даже старые сказки с пропагандой алкоголя — всё влияет. Если в музыке мы всё время слышим про алкоголь, про ревность, про слёзы, про измены и так далее, мы всё время себе накручиваем, то есть наши нейронные связи строятся из-за этой информации, которую мы слышим в музыке, в фильмах, кино, в мультиках, в сказках, в книжках. Наш мир строится из этой информации. И, конечно, она на нас влияет, но по-другому никак. Я считаю, что надо переходить к классической какой-то музыке, созидательной, приятной, классной, выключить весь этот говно-рэп. Мне очень нравится Моргенштерн, допустим, но я люблю его мелодии. Стараюсь вообще даже рэп слушать на каких-то иностранных языках, потому что мне нравится какая-нибудь мелодия. Но я не хочу слушать слова, потому что такая бредятина вообще. И от этой бредятины мы всё время в стрессе находимся с вами. Прямо напрямую, считаю, влияет. Так, сохраните эфир. Ладно. Говоришь, внимание растворило камни, а наоборот, хуже внимания может сделать. Ну, ты поняла. Да не может. Моё внимание всегда было на том, что я не знаю как, мне интересно, как растворятся мои камни. И мои любимые зрители, подписчики и друзья мои, все мне писали. Мы не знаем, как, Нель, всё у тебя будет хорошо. Наш фокус внимания был не на том, что у нас будет всё плохо, что камни там, операция, фу-фу-фу. Нет, каждый мне писал, понаблюдаем, как всё у тебя сейчас растворится, исчезнет. У всех фокус внимания был на растворении. Поэтому, как бы, всё нормально, Сергей, с этим. Так. Про еду всё хотела быстренько рассказать. Просто эта тема у меня уже крутится неделю, и очень много в комментариях мне писали, так как у меня сторисы про еду были, что нам нужно с вами менять качество нашего питания. Болезни, они от питания. Понятно, наше тело физическое, болезни ощущаются физически, и запихивая мы в рот тоже ощутимые физические вещи. Вот. И так как это психосоматика, ну, во всех эфирах я рассказываю, да, любая болезнь — это о том, что нам кричит тело, что где-то что-то у нас не так с мыслями. Вот. И что мир — это проекция нашего сознания. Мы всё об этом уже наслышались, и что типа мы можем переварить даже гвозди. Да, это так, можем переварить свои гвозди. Хоть гвозди, хоть чё. Но если наш мозг загажен, да, вирусными мыслями, токсичными, мы постоянно испытываем с вами гнев, раздражение, вот кто-то вот сейчас писал ревность, испытываем стресс, всё время гоняем какие-то дурацкие мысли, мы и есть будем говнище. Ну, будем есть это говно, потому что наша микрофлора требует это говно. Мы едим то, что из себя представляем. Вот. И человек, который в сознании почистился, более такой осознанный, ему даже просто и не захочется есть какую-то химическую продукцию, как сказать. Мы можем есть вредную пищу, но её захочет есть только тот, да, у кого с башкой тоже не всё в порядке. Блин, как это по-другому объяснить? Не всё в порядке не в плане дурака, а тот, кто живёт в шаблонах мышления определённых, в рамках постоянных, да, и с детства приученный, там, не трогай, не бегай, не ори, не проявляйся, не плачь. Когда нам родители навешали кучу шаблонов, то, что, о чём подумают люди, там, вот это не делай, туда не беги, это стой, это не трогай, туда не лезь. Вот. У нас куча запретов. И социум на нас ещё давит. И когда мы живём в таких запретах, ну, получается, наши мысли токсичны, всё время гоняются, блин, как бы не нарушить какой-то запрет. И когда мы об этом всё время думаем, наш мир нам вовне, они, получается, эти запреты проецируют. Проецируют различными ситуациями, людьми, которые к нам приходят, и едой. Вот. И просто человек, который осознанный, он не захочет даже, ну, какую-то дрянь пихать в себя. Нету полезной и бесполезной пищи. Я вот про эту хотела объяснить. Даже, блин, не знаю, как слова эти найти. Нет полезной и вредной пищи. Есть просто то, что внешнее нейтральное нам может показать, что у нас в мозгах. То есть, почему неполезная пища может быть полезной? В том плане, что мы можем оценить, что мы едим это говно, и оно у нас в башке. Вот этим оно полезно. То есть, допустим, неполезная еда полезна тем, что мы можем увидеть, что у нас в голове. Потому что эта неполезная еда вызовет кучу онкологии, заболеваний, сахарного диабета, там, ещё чего-то. Она будет это вызывать и через пищу. То есть мы, как же это объяснить, физически, да, себя убиваем едой, чтобы показать себе, что у нас в башке находится. Когда вы проработаете психосоматику, допустим, сахарного диабета, или психосоматику, там, онкологии, вот, вы даже не захотите этот сахар есть химический. Вам просто вот сюда не полезет. Вы не захотите жареное есть, вы не захотите там есть всё жирное, что-то такое. У вас, ну, как сказать, сегодня у меня что-то, вообще слов даже нет, как это объяснять всё. Просто мысли не возникнет, даже это купить. очень полезно, что в нашем мире есть бесполезная пища, блин, вот так. Очень полезно для нашего мозга знать, что у нас есть плохая еда. И если мы её едим, значит, надо что-то с головой разбирать. Как бы вовне всё нейтрально. Даже, ну, люди, ситуации, еда, всё нейтрально. Вот. Но стоит посмотреть этот мир, почему я ем, допустим, тоже животное, мясо какое-то, да, можно понять, что у меня в голове. Может быть, сложно объяснила. Продолжение следует...